Здравствуйте! Я Татьяна, и вы на моём канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Ну что, мой вязальный мир, посидим, поговорим, повяжем? Да, повяжем. Я вернулась к этому виду рукодели после небольшого перерывчика. Не везун прошёл, везун пришёл. А всё почему? А потому что приезжали детки. Вот оно моё вдохновение, вот они мои конфетки. Обняла, поцеловала, и процесс пошёл. Я, правда, сыну так пожаловалась, говорю, я даже не знаю, что снимать, то я не вязать не хочу, это не хочу, то не хочу. Кулинарить, мол, начала, не хочу. Мама, у меня в машине валяется кардиган. Мы, говорит, как плед его взяли, если вдруг там ночь уже ехали, вдруг замёрзнем. Пойдём, снимем. Как там у вас? Проверка временем, что ли? Вот что значит настоящий сын своей матери. Говорю, пойдём. Мы пошли и сняли. Ну, какая же там проверка времени? Мне, в общем, говорю, Толь, ты, значит, нарядись в кардиган и повертись. Пацан выполнил мою инструкцию, мою просьбу так, чтобы просто я удержать могла. Вертелся и вертелся, вертелся и вертелся. Но сейчас мы вам покажем, как смотрится кардиган. Связан он из пряжи Ализе Суперлана Макси. Связан он, ну, больше года назад. Я точно уже не скажу. Носился он этим летом мало, но прошлым летом много. Поэтому, мне кажется, вот эти шеверюшки, которые я бы прям, дайте мне, дорваться, выбрала. Только, что тоже убирает их. Но вид вполне-вполне. Очень неплохо смотрятся кардиганы из Суперлана Макси. Я уже связала не первый кардиган. Поэтому, ну, в общем, вы посмотрите. Толяшка мне маленечко создает контент. А потом мы вновь встретимся. Вот он, настоящий сын своей матери, в смысле блогера. В жару, в 32 градуса жары согласился. Я, значит, смотрю, приехал, кардиганчик в машине валяется. Я говорю, Толя, пошли на съемку. Так, передом, пожалуйста, к нам. Мужчина, можно мы вас крупным... Да вы станете альне-то, модель. Крупным планом съемим вас. На смысле кардиган. Так, шеверюшечки появились. Вы их, это, маленько отшапуриваете или так они... Ну да, отшапуриваю. Отшапуриваю. Часто вы отшапуриваете? Да, слушай, как вот хочется отшапурить, я отшапуриваю. Нет, ты слушай, это не ответ. Часто, редко... Ну, нет такого. Раз в три... На третий раз, когда я его надел, короче. Ага. Вот так вот. Надел, наверное. Надел. Надел. На себя же. На себя же, да. Так, разрешите рукава снять. Пожалуйста, рукава для вас. Рукава. Ой, какие красивые рукава. Рученьки-то, рученьки-то еще лучше. Так, нравится вам кардиганчик? Очень сильно. Особенно на фоне трактора. Да, на фоне трактора. Это нечто. Так, трактор. Так, Толь, давайте посерьезнее, пожалуйста. Хорошо. Не уходи, пожалуйста. Ой, запросто. Значит, нравится. Нет, слушай, а если серьезно, часто носишь или нет? Нет, потому что... Я, знаешь, в чем дело? Лето очень жаркое выдалось, поэтому я его почти не носил. Ага. Вот, но как вечерняя накидка, вообще прям зашибись. И как плед в машину, да? Да, плед в машину тоже хорошо спать под ним удобно. Ну, наверное, за лето я надел его раз в 10, наверное, максимум. Понятно. Но он же не первое лето, он до этого еще был? Да, 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 да. Да, в прошлом году, я сейчас уже не вспомню. Ну, в прошлом году я почаще, наверное, носила, потому что... Ну, что ты вот с воротом-то делаешь, а? Да, мне нравится, когда я так отморачиваю. Ну, вообще-то он без отворот, но мне уже, я уж молчу. Да, 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 просто так он как-то это. Ну, это модель такая. Странно мне, я всегда вот так отморачиваю. Да, ну, видишь, как мамка без отворота. Ты дурацкий выглядишь? Да не дурацкий, но просто он связан-то без отворота. Толь, тебе все можно. Красивым мужикам все можно, да? Да, вот это так. Во, вообще, это просто, это просто. Ну, я хочу сказать, я не знаю, будешь носить почаще, потом покажем или скажем. Так-то, ну, что за кривляка. Так-то пока прям очень-очень. Ну, вот, товарищи, вырвался на свободу. Вещь, во. Спасибо, сыночка. Нет, очень приятно, когда ценят ручную работу, очень приятно. Так, ну что, я хочу сказать, он вам идет очень-очень. Спасибо вам за этот кардиган. И еще приходить деньги будут, я вам еще свяжу. Спасибо большое. Начинаем копить. Да. Ой, то ли были, то ли нет. Маленечко с ними встретились, погуляли. Ну, а потом и приехали-то они, когда я у мамы была, и уехали, когда я у мамы была. Детки мои, конфетки. Я знаю, что вы не смотрите мои ролики, но спасибо вам огромное. Выдохнули. Косить начали. Ну что ж, у нас жара, трава прет, благоустраивают территорию. Перестали косить. Так, значит, уехать-то уехали, и я сразу завязали. Правда, вот на одном дыхании связала большущий кусок, и там было-то вот чуть-чуть-чуть своего джемпера, который мне, кстати, очень-очень нужен к осени. Простейший хевердообразный джемперок, ну, просто удлиненной линии реглана, из бамбо-джаз от Fibro Natura. Это хлопок с бамбуком пряжей, я уже с ней работала, только у другого красивого такого оранжевого цвета была у меня изделия. Джемперок-рябинушка. Я вот не помню сильно, чтобы потянул, значит, не так, что она потянулась, бамбука тянется. Видимо, хлопок как-то стабилизировал и останавливал. У меня 10 мотков такой пряжи, мне хватит за глаза. Я думаю, уйдет, ну, может быть, 8, может, 8,5. Я не буду вязать слишком длинные. Такой с хорошей свободой облегания свяжу. Да, вот такой кусочек, вот такой кусочек уже связан. Я отделила, но я еще не мерила. Вы знаете, вот прям буквально первые секунды, первые секунды после отделения, вот еще провяжу пару рядов и померю, чтобы это все хватит или нет. Ну, 30-то точно прошло, может быть, 35. Я, в общем, когда будет ролик уже, где этот джемперок будет в кадре, я лучше расскажу. Мне прям надо, если все хорошо, еще пару сантиметров провязать. Я расскажу о расчетах, расскажу о том, как все у меня, значит, начиналось. А дальше все будет просто лицевая гладь. Здесь простая резинка, не видно ведь ничего. Так полюбившиеся мне. Тут мне написало 2 на 1 вяжите. Я теперь везде вяжу. И на рукавах я уже сначала думала, как только соединю от корпуса рукава, тогда начну свои мережечки. Хочу прям мережки за мережками. Изнаночный ряд, 2 лицевых, 2 вместе накид, 2 вместе накид, 2 лицевых ряда и опять изнаночный, и опять 2 лицевых. Вот так хочу приляпать мережки, свои любимые мережки. Я на всех практически образцах, которые у меня есть, пряжу эту мережку показываю. Ну, нравится она мне, узор из детства, без всяких схем. И вот я уже начала, даже до отделения, 2 мережечки я сделала. Ну, наверное, не будет видно. Нет, видно, вот это видно. Я, значит, сделала 2 мережечки. А сколько еще будет, не знаю. Я посмотрю. Мне не важно, с коротким рукавом будет длинным, так как все-таки это хевердообразное. Он уже, ну, хочешь не хочешь, он будет такой руку закрывающий, верхнюю часть руки, поэтому все будет нормально. Вот, это все мои, так сказать, пока продвижения, ну, много. Я считаю для, сколько там, как только сказали. Сижу я у мамы, никого не трогаю. Значит, это, я же обычно готовлюсь к приезду детей, чтобы холодильник забить, чтобы то-все. А это, мамы решили приехать в Саранск, жди, сегодня вечером выезжаем, ночь полночью, глухой ночью будем. Я так и села. Вот. Ну, мы, говорит, взрослые, пойми, говорит, нас, мы взрослые. Ой, как хорошо так встречать детей. Что хотели, то и делали. В общем, вот так еще может. И я говорю, то ли были, то ли мне приснилось, а вдохновили-то, ой-ой-ой. Это мой пока процесс, нет, не единственное, у меня их два. Южную ночь, я теперь этот буду держать, наверное, дома, здесь. У мамы я буду продвигать южную ночь, вязать я захотела. И все-таки надо мне что-то светленькое начать. Толстый, толстый хлопочек. Да, на все это я не посчитала, сколько ушло. Сижу тут, это самое. Вот у меня остатки мотка. Три, по-моему. Три. Сейчас я сделаю стоп-кадр, посчитаю готовые мотки, скажу, сколько у меня вот на это ушло. Ну что, шесть мотков, Танюшка-врушка оказалась. Значит, четвертый моток подходит к концу. Вот на это все у меня ушло четыре мотка. Ну, хватит за глаза, это даже-даже. Говорить нечего. Тяжеленькое полотно, прохладненькое полотно, бамбук свое дело делает. Вот именно мне такой нужен джемперок черненький. Ну, очень нужен. И очень скоро нужен. А я тормозил. Ну что, путешествуем по вашим вопросам. Вы, значит, сказали, Татьяна, про огурцы рассказали, секретики, какие-то секретики. Так, это рецепт просто нравится. А как помидоры консервируете, какие-то салаты делаете ли. Девочки, я все это делала 100-500 лет назад. В этот год что-то я как-то проснулась, активизировалась, маленечко активировалась. Как я, что я сделала. Но рецептов у меня, секретов, точнее, никаких нет. Помидоры я солю точь-в-точь, так же, как и огурцы. Все те же три ложки соли и пять ложек сахара на литр рассола. Надо пробовать горкой, не горкой. Все это вкус дает оттенок свой. Мне нравится и так. И это когда хочется послаще, когда-то хочется посолонее. Это, в общем-то, нормально. Просто единственное, я очень люблю в помидорах побольше чеснока. И если в помидорах нет таких вот трав, я не буду переживать, если нет листа смородины, там очень много укропчика. Для огурцов мне это очень важно. И мяту положу, и петрушку затолкаю. Все, зеленушка какая есть, я все-все положу. Помидорки, если есть перчик душистый, да, если есть чесночок, соль, сахар, уксус, мне более чем достаточно все это. Помидорки как-то более сдержанно в этом вопросе. Как салата, если бы я сейчас, наверное, готовила, я бы... Интернет же кишит. Да, там какие-то есть недоговоры, есть удачные, неудачные. Ну, я вот делала огород, все, что есть, намесить, да, и как-то этим же маринадом залить, моим любимым. Вот сейчас я только-только занималась... Ой, готовые банки не сняла, кстати, забыла завершающий этап. У меня просто маленечко остались овощи. Я понимаю, что им не съедятся. Приготовила две баночки, в одну огуречку, в другую помидорки. Помидорки порезала, потому что они были крупные довольно-таки, и в банку я не запихаю. С лучком я их сделала. И с этим же маринадом, абсолютно с таким же маринадом, два раза заливаю, кстати, капнула еще вместо... Не вместо уксуса, к уксусу еще растительное маслице. Все на глазок. Пленка покрыла верхушку, и хорошо. Сейчас они у меня вон парятся. Я само блюдо, помню, с овощами сняла. Помню, сняла, когда они первую заливочку ждали у меня. Конечно, огурцы, когда одни делаешь, все потом можно слить в общую и залить. А помидорки уже, они же и сок дают, они резаны. Это уже я отдельно сливала. Но это нюансы там, это все ерунда. Поэтому никаких секретов нет. Сейчас все секреты, мне кажется, в интернете. Надо найти то, что нравится, и уже его куда-то записать. Тетради, книг, выведете ли какие-то кулинарные книги, тетради? Нет. Сейчас, кстати, тоже такие вещи можно купить. Одна обложка, что стоит у этих тетрадей, которые веди и наслаждайся. Нет. Было время, когда-то я вела, сейчас я этим не занимаюсь. Я говорю, я запомнила вот 3,5 ложки. Как раз тогда, когда меня мамочка учила этому, мы жили в квартире 35. Было легко заполнить. Травы все писать. Вот что есть. Есть сегодня... А так я попробую. Я, наверное, раньше семена горчицы не закладывала в баночку. Попробовала. Почему попробую? Потому что купила огурцы готовые. Я же лет 5-6, наверное, не мариную ничего. Когда еще я не стала, так я и не мариную. Я говорю, что-то там такое желтенькое плавает, как пшено какое-то. Семена горчицы оказалось. А я знать не знала, что я стала добавлять. И мне очень нравится. Очень нравится. В огуречки я имею в виду. В помидорки не резаные, я тоже могу добавить. В резаные не надо. Там же их вот кушаешь уже просто с картошечкой, чтобы все было съедобно. Я очень люблю импровизировать. Очень люблю. Вот если стану забывать, я, наверное, запишу вот эти 3 ложки соли, 5 ложек сахара. А все остальное будет опять полная импровизация. Ведь можно и удачные рецепты, и неудачные. Но если было прям море морское, там огурцов или овощей, или еще чего-то. Кстати, кабачки, там патиссоны я не очень люблю. Ну, я не знаю, не идут. Я замариную, красота красивая. Но они не пойдут. А вот огуречки с красной смородиной, просто вот опять этот самый рецепт. Грозочки красные, это очень красиво смотрится. Смотрится поэтично. Зеленые огурцы, красная смородина. Очень красиво. Я с огромным удовольствием туда это запихаю. Но сейчас грудачи нет. И так вот, чтобы и огурцы совпали, и смородину купить. Я не паюсь сейчас этим. Так вот, что я хотела сказать-то? Вспомнила. Говорю, если было бы море морское, да, возможность такая прям огурцов, я бы, наверное, сделала разные рецепты и подписала. Как-то для себя рецепты, может быть, назвать, если у них нет названия, да. Ну, больше трех, наверное, я бы не экспериментировала. И вот эти три баночки литровых огурцов, я там, рецепт такой-то, рецепт один, например. И на бумажке у меня был бы написан первый рецепт, рецепт два, рецепт три. И тогда уже, когда зимой была бы дегустация, да можно до зимы не ждать, продегустировать сейчас, для себя решить, какой рецепт лучше. Сейчас вообще не проблема с этими рецептами. Просто другое дело, удачно и неудачно. Но так как я примерно знаю, что я хочу, что я люблю, читая ингредиенты, я уже могу понять, хотела бы я это делать или нет. Там же разница будет в рецептуре, вот именно в количестве соль, сахар, в общем, от эрунда. Я не парюсь. У меня есть вдохновение, я делаю. Нет вдохновения, мне хоть просто предлагай кучу рецептов, кучу огурцов, не хочу и все. Поэтому в этот раз прям что-то нахлынуло. Так, сейчас еще отвечу на один вопрос, закруглимся. Потому что я понимаю, что вам, наверное, неудобно воспринимать. Но я жду-жду-жду, сижу, пауза, они маленькие. Бензин там, наверное, заливают. И дальше идут тоже косить. Мне поступил вопрос. Танечка, я посмотрела ваш плейлист с вышивкой, там какая молодец, как вы много вышиваете. Меня похвалили, спасибо вам огромное. Вышиваете ли вы сейчас? Нет, я сейчас, ну вообще, меня не тянет вышивать. И вы, значит, девочки, вспомните свой комментарий. Тем более пишите, что смотрите все ролики. Сказали, вы тоже хотите вышить, только что-то очень оригинальное, чтобы не было ни у кого. Не отсылайте меня к авторским схемам, сейчас очень много авторских схем, сейчас очень много любых заявок, да, может, любую фотографию. Я вроде как хочу по таким хорошим схемам нормальных, там, пан, риолис, в общем-то. Есть у вас какая-то идея сделать привычную, избитую схему, необычную. Мне говорят, при том, у меня с подбором цветов очень плохо, я боюсь. И мы с вами как-то сошлись, ну, лучше взять какой-нибудь букет, к примеру, да, вазочка с цветами. И, допустим, ну, допустим, там розовые цветы. И в одном цветочке, ну, опять же, допустим, четыре цвета. От насыщенного розового к менее насыщенному, прям к бледно-бледно-бледно-розовому, потом почти белому. Заменить эти цвета, ну, например, на желтый цвет. Надо взять насыщенный желтый, менее насыщенный, прям вот, ну, желтый как в городском, как желтого городского яйца. В общем, есть деревенские яйца, желтые деревенские и городские, понял, да, и почти белые. И заменить вот этот розовый на желтый, к примеру. И уже будет не как у всех цветы, а свое. Вот мы в этом контексте с вами поговорили и поблагодарили, а потом меня осенилась совсем недавно такая мысль. Если я, значит, хожу, мебель протираю, пыль протираю, и у меня глаза упали на мои две вышивки. И я ведь сделала из обычной, причем элементарной, простейшей вышивки, вот эти, так подобные вышивки, они относятся... Здесь как потолще, что ли, была нитка, здесь как будто конва просвечивает. Вот эта вышивка от панны, спокойствие, по-моему, и движение, ну, я не знаю. Вот если ввести там вышивку панна, лошади, вот что-то это выйдет. Это старая-престарая вышивка. Это отдельно, это одна работа, по-моему, спокойствие. А это вот или вдохновение, или движение, я не помню. Сначала я увидела это, вышла, значит, обработала, оформила. И потом, спустя какое-то время, я по интернету увидела, что у нее есть двойняшка, что они идут как бы вот в таком дуэте. И я пока не нашла, не успокоилась, вышла. А потом, спустя время, я купила конву. Она же вот вышивка-то маленькая, сантиметров 10 на сантиметров 22, где-то вот так вот. Я купила кусок конвы, и у меня оставался что-то длинный-длинный кусок конвы. И она такая была бежевая, даже какая-то цвет льна. И я темно-коричнево, почти черными красками вышила. То есть, такой, знаете, моно-вышивку сделала сама. Можно сделать вот как здесь, это вообще замечательно. Одну лошадочку спокойствия. Мне кажется, это он-а, он-а, мне так кажется. И вот тут лоскут у меня продолжается. Я говорю, я объяснять же вам в комментариях не смогу. Мне очень бы хотелось, чтобы вы увидели это. А вообще, кто вышивает? И вот он. Мне почему-то кажется, это он. Конечно, знатоки лошадей скажут, что они к нам все наоборот, может, это он-а, но я не знаю, не знаю. Хотя у меня есть у кого спросить, но я не буду. Пусть как я задумала, так и будет. И он бежит к ней, а она ждет. Понимаете, вот давайте как будто вот этих нет у меня преград. Я оформила, хотела так же оформить, но уже точно-точно не получилось. И вот на таком кусочке канвы, вы хотите что-то, как вы говорите, я хочу оригинальное на основе тех схем, которые есть. Потому что сама схемы разрабатывать не хочу. От авторских отказались. Вот это будет четко. Это было так красиво. Я, правда, отдала не оформленную. Я отдала вот этим длинным-длинным лоскутком. Я только солнышко вышло. Вот это нижнее, верхнее не стало. Нижнее, по-моему, я солнышко вышла. Но я чуть-чуть что-то мудрила. Сначала лошадей вышло, которые бегут навстречу друг другу. Нет, один бежит, одна ждет. И получилось очень оригинально. Крестиком в две нитки я вышивала самих лошадок. А вот эти вот нижнюю, я не помню, по-моему, да, эту границу коричневую я взяла, я уже полукрестиком в одну ниточку. Это было очень красиво, очень. Можно прям все сделать цвета. Как уж соединить эти две вещи. Просто надо выбрать солнце или это, или это. Мне почему-то вот, ну, как угодно. Он весь закат, рассвет разный может быть. Это будет очень красиво. На узкой горизонтальной конве вышить две лошадки, вот этих. На каком расстоянии можно, какая у вас конва, и на какую стеночку вы хотите. Можно прям близко-близко, но здесь он бежит. Вот если так, да, ему уж надо тормозить. Куда он бежит? Прямо на нее, что ли? А вот если где-то даже вот так, что ли, и то так близко. Вот так, наверное, красиво. Представляете? Надо просто продумать, чем заполнить это пространство. А вот, ну, вот именно вот этой границей, горизонт выше. Где-то вот так, мне кажется, красиво. Да, вот, вот так. Тогда еще разбег понятен. Еще немножко, и он потише, потише, потише будет бежать. И вообще тормознет. Вот. Меня прям осенило, говорю, надо сказать, как я это в комментарии опишу. Есть лошадка у пана, вот это вот. Теперь понятна моя мысль. Девчонки, даже кто меня не спрашивал об этом, Господи, хоть бы та девочка посмотрела, а. Это очень оригинально. Вышите. И вот, может быть, у вас есть какой-то простеночек. Вот такие вот, наоборот, цветы, панельки-то. Их много между окошком и окошком. Но ведь есть и какие-то горизонтали. Есть такие стены, где нужно воплотить горизонтали. Вот это будет очень оригинально. Очень оригинально. Просто надо немножко вот место соединения продумать. Вот. Меня как осенило, говорю, пойду-ка я расскажу. Потому что это гениально. Это гениально, на мой взгляд. Я вышивала. Вышивала моно-вышивкой. Подарила. Надеюсь. Я не спрашиваю. Надеюсь, если это радуется. Так, ну что. Это наша была короткая встреча, потому что пока не навязала. Пока не навязала, навяжу, буду выходить. Вы вообще меня слышите? Слухаете меня? Значит, пойду доделывать домашние дела, вязать свой черный джемпирог. Мы обязательно с вами встретимся. Слово «обязательно» здесь не надо было. А тебе, добрый зритель, говорю, до новых встреч. А они обязательно будут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...